Почти каждый из резидентов Дворца Ветеранов занимается творчеством. Одна из активистов – Алла Примак. В свои 83 она сбегает на третий этаж, не дожидаясь лифта, занимается танцами, рисованием и поёт. Свой творческий путь Алла начала ещё в детстве, но по-настоящему раскрыть таланты. Ей удалось только после занятий и мастер-классов по Дворце Ветеранов. Сейчас, говорит, танцы стали эликсиром бодрости и здоровья, а художественное творчество – бальзамом для души. Более 8 лет Алла Примак пишет картины, которые потом демонстрирует на выставках и творческих вечерах. Я научилась рисовать здесь. Мечтала, конечно, я мечтала давно, а научилась недавно. Мне очень нравится, и у меня от этого настроение хорошее повышается. Главный хореограф Дворца Ветеранов Валентина Абрамова руководит тремя танцевальными коллективами. В этом году она отмечает 45-летие своего творческого пути. Закончила Институт искусств в Москве по специальности «Бальные танцы». Десять лет назад пришла работать во Дворец Ветеранов и стала проводить балы для всех желающих. Признается, работать с людьми старшего поколения намного интереснее, чем с молодыми или детьми. Вы знаете, в любую погоду их не надо уговаривать. Для них это такая отдушина, это такая радость. Они нарядные и радостные, и у них какой-то стимул есть, и домой идут с хорошим настроением. Конечно, это украшает жизнь, безусловно. Я сама, у меня 73 года, и я пока ноги двигаюсь, я буду танцевать. Так что я не мыслю свою жизнь без танцев. После того, как Ольга Пермякова поняла, что ее круг общения стал сужаться, она с головой погрузилась в жизнь Дворца Ветеранов. Более 40 лет Ольга проработала в учебном заведении, пела в ансамбле. Десять лет назад, когда пришла во Дворец, организовала семейный ансамбль «Мандаринки». Его участниками стали семеро внуков и дочь Ольги. Сейчас она поет еще в двух ансамблях Дворца Ветеранов. Это то, что сегодня дает мне вдохновение, дает мне силы в жизни, здоровье, оптимизм, желание жить. Я вот жалко, далековато живу от Дворца. Если бы я жила поближе, я бы и рисовала, я бы и аэробикой занималась. Но, к сожалению, не получается пока. Двери Дворца Ветеранов открыты для всех, кто нуждается в общении, хочет активной жизни и творчества. Никита Колосов, Николай Сидоров. События.